Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Режим ЧС в Алтайском крае снят. Из-за сложной паводковой обстановки на всей территории региона он держался целый месяц. 23 марта из-за резкого потепления талые воды вышли из своих берегов и подтопили почти 40 населенных пунктов. Затоплено было больше 3000 жилых домов и свыше 8000 приусадебных участков. Жители лишились практически всего. Вещи, мебели, запасов еды, скота, некоторые даже домов. Во всех подтопленных населенных пунктах работали спасатели почти полторы тысячи человек. Они эвакуировали людей в пункты временного размещения, доставляли продукты пострадавшим и откачивали воду с затопленных участков. На сегодняшний день паводковая обстановка в регионе стабилизировалась, уровень воды в реках значительно снизился. Но спасатели уже начали готовиться ко второй волне паводка. Традиционно она приходится на конец мая-начало июня. Плата за проезд в общественном транспорте Заринска увеличится. Новый тариф вступит в силу с 1 мая. Жители Заринска будут платить в автобусах 20 рублей. В Моногороде работает 6 маршрутов, самый протяженный из них 7 километров. Их обслуживают два предпринимателя, в автопарке которых 20 автобусов. В последний раз цены поднимали в прошлом году на 1 рубль. Сейчас проезд в автобусе стоит 18 рублей. Теперь перевозчики предложили увеличить тариф практически в два раза, объясняя это ростом стоимости ГСМ и расходов на ремонт машин. Городские власти согласились поднять цену лишь на 2 рубля. Накануне в Рубцовске произошел пожар на городском кладбище. Огонь уничтожил искусственные цветы и кресты. Об этом сообщает Политсибру. О чем еще пишут журналисты изданий Сибирской медиагруппы, смотрите в обзоре. Как написали очевидцы в группе «Инцидент Рубцовска», именно на них ссылаются корреспонденты Политсибру. Кто-то решил поджечь мусор на кладбище в поселке Песчаный Барок. Распространению огня способствовал сильный ветер. На месте работали пожарные. Жители также сообщили об огне на полях в стороне Веселоярска. Корреспонденты Политсибру напоминают, что в крае с 12 апреля объявлен пожароопасный сезон. Погода обещает быть сухой и ветреной. Пожароопасная ситуация может усугубиться. Федеральные дорожные службы приступили к ремонту участков Чуйского тракта. Дороги ремонтируют в Зональном, Бийском и Красногорском районах. К примеру, в Бийском приступили к завершающему этапу капитального ремонта четырехполосного участка дороги. Работы пройдут с 368 по 374 километр. Проект предусматривает расширение проезжей части и устройства разделительной полосы с двусторонним осевым металлическим барьерным ограждением. Такая мера полностью исключит вероятность выезда автомобилей на полосу встречного движения, сообщает бийский рабочий. Дорожники приносят свои извинения за причиненные неудобства. А вот Комсомольская правда Барнаул сообщает, что летом в краевой столице появятся транспортные браслеты. Браслет, так же как карта и брелок, предназначен для оплаты и учета проезда в общественном транспорте по маршрутам регулярных перевозок Барнаула. Им смогут воспользоваться и жители, и гости города. Стоимость браслета пока неизвестна. Корреспонденты отмечают, что транспортными картами в прошлом году воспользовались 22% от общего пассажиропотока. Среди пользователей транспортных карт лидируют пенсионеры. Татьяна Голубева, наши новости. Более 200 ветхих домов планируется снести в Бийске. На эти цели выделят дополнительные средства. Всего необходимо как минимум 10 миллионов рублей, тогда как сейчас в городской казне в 6 раз меньше. О выделении дополнительных ресурсов договорились депутаты городской думы, пишет Политсибрус, о ссылке на начальника управления ЖКХ администрации Вийска Ксению Потехину. В первую очередь должны быть снесены дома, по которым вынесены судебные решения. Пока их насчитывается 17, но число может увеличиться. Алексею Смертину продлили полномочия председателя Алтайской краевой федерации футбола. Набрав большинство голосов, экс-капитан сборной России обошел своего единственного конкурента Виктора Сигарьева, президента футбольного клуба «Динамо Барнаул». Еще один претендент на пост, президент Барнаульской городской федерации футбола Павел Сальников, в самый последний момент снял свою кандидатуру. Якобы в знак протеста с принципами проведения выборов. Нового председателя избрали местные чиновники, руководители спортклубов, общественники и ветераны этого вида спорта. Большинство поддержали открытые выборы. В итоге 25 голосов было отдано Смертину, Сигареву – 11. Хотя по предварительному опросу голосующих, результат голосования оценивался с разницей в 1-2 голоса. Эти выборы привлекли внимание спортивной общественности еще полгода назад. Тогда Алексею Смертину, действующему председателю краевой федерации, спортивные функционеры едва не выразили воту недоверия. Их главной претензией была то, что Смертин практически не бывает в родном регионе и потому не способен решать местные проблемы. Тем не менее, его переизбрали на следующие 4 года. Непрофессиональные актеры в четвертый раз смогли собрать в полный зал на премьере совместного проекта журнала «Автограф» и театра «Музкомедии» «Большая сцена». Наши корреспонденты побывали не только в зрительном зале, но и сами сыграли в спектакле. Подробнее в следующем сюжете. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Этот репортаж мы решили сделать на словах и эмоциях тех, кто сам побывал на премьере, как в зрительном зале, так и на сцене. И так, большая сцена 4 глазами артистов, режиссеров и, конечно, зрителей. Это просто взрыв какой-то. Вот, было очень интересно. Мне очень понравилось. И на следующую я советую идти. Тяжело было переживать, что ты ничем помочь уже не можешь. Потому что все, что ты мог, ты сделал. Но, опять же, все, что я там придумал, это не важно. Важно, как они это сыграли. Я просто удивилась. Все актеры, они в первый раз. И такой, как бы, уже такая высота, такой уровень. Это очень было прекрасно. И мне очень понравилось. Мы столько работали, работали, работали. И сегодня, как никогда, мы просто сыграли на ура. Все довольны друг другом. Вообще, у нас такая команда. Просто молодцы. Все друг друга поддержали. Они сегодня были на кураже. А за счет этого куража у них многие, так сказать, огрехи. Те, что вот, ну, органично еще существуют. Они как-то отодвинулись на второй план. Кто-то, может быть, более талантливый, кто-то нет. Но максимально показывают то, на что они способны. И что им это очень нравится. Наверное, многим из своих друзей я бы желала того же. Я бы хотела, чтобы они пережили те же эмоции. В сверхзадаче этого проекта стоит такое большое, хорошее дело. И очень искреннее, очень теплое, очень светлое. Наверное, поэтому и проект такой получается жизнеутверждающий. Хочется жить. Помимо заряда позитива и новых сценических навыков, артисты получили и сладкие сюрпризы от кондитерской студии Веры Никандровой. Но все зрители, купившие билеты на премьеру, тем самым помогли маленьким пациентам отделения онкогематологии. Ведь большая сцена была, есть и будет благотворительной. До встречи в пятом сезоне. Артемий Панченко, Юлия Демидова, Николай Шелко и Павел Лауранин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Фиталакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей части территории края облачно, возможен дождь. Днем в Алейске, Бийске, Рубцовске и Заринске около 15 градусов тепла. 17-18 в Камнино-Обеи и Белокурихе. В Барнауле ветер юго-западный, умеренный, возможен дождь. Днем до 16 градусов выше ноля. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи!